МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Екатерина Забенько. Здравствуйте. Череда смертельных ДТП в Беларуси за сутки. В Минском районе один человек погиб и 10 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия возле деревни Боровляны. В аварию попали маршрутка Витебск-Минск, грузовой и легковой автомобиль. Спасателям пришлось извлекать погибшего пассажира из салона микроавтобуса. Остальных с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мы связались с врачами Минской областной больницы и узнали о состоянии потерпевших. Десять пострадавших были доставлены нам в больницу. Им была оказана полная медицинская помощь. Шесть пациентов было госпитализировано. Два пациента в реанимацию. Это водители маршрутки и одна из пассажирок. Сохраняется, особенно у водителя угроза здоровью, но он с улучшением. Два в отделении нейрохирургии, два в отделении осозненной травматологии и четверо после осмотра оказания необходимой помощи были отпущены на амбулаторное лечение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы. Назначен ряд экспертиз, в том числе для проверки технического состояния автомобилей. Еще одно ДТП произошло под Гомелем. В аварии погибли два человека. Еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы. Под Лепелем на Витебщине столкнулись грузовик и фура. Погибли еще два человека. По предварительным данным, ко всем авариям привели сложные погодные условия. Школьников ратической школы, госпитализированных накануне в больницу с симптомами отравления, сегодня выпишут домой. Дети уже к вечеру чувствовали себя хорошо. Однако решено было оставить их под присмотром врачей до утра. В настоящее время состояние всех учеников удовлетворительное и у медиков не вызывает опасений. Ночь прошла спокойно и штатно. Все дети госпитализированы, им оказана помощь. Они чувствуют себя хорошо, а состояние удовлетворительное. Дети общаются с родителями, их осматривает медицинский персонал. В настоящий момент проводятся комиссионные осмотры детей специалистами различных профилей нашей больницы. Также работают четыре специалиста республиканской санавиации. По факту происшествия в ратической школе возбуждено уголовное дело. Причину происшедшего устанавливают компетентные органы. Напомню, накануне в Гродненскую областную клиническую больницу были доставлены 42 ученика. Выяснилось, что у детей, занимавшихся на втором этаже школы, произошло резкое ухудшение здоровья. Проведенные замеры воздуха на содержание ряда химических веществ показали, что опасной концентрации нет, радиационный фон не превышен. Центр гигиенопедемиологии и общественного здоровья также проводят замеры на наличие вредных веществ, результаты которых будут известны позднее. В Гродно также работает группа медиков из Минска – токсиколог, детский анестезиолог, реаниматолог, детский инфекционист и невролог. Сегодня исполняется ровно год минским договоренностям. 12 февраля прошлого года в столице Беларуси был принят комплекс мер по урегулированию ситуации в Украине. Документ одобрила нормандская четверка лидеры России, Украины, Германии и Франции. Пакет мер получил поддержку Совбеза ООН и стал обязательной для выполнения мирного процесса в зоне конфликта. Однако некоторые из пунктов этого плана полностью еще не реализованы. В частности, не принят закон об особом статусе Донбасса, который позволит организовать там выборы не в полной мере. Осуществляется и обмен пленными, а также полностью не соблюдается режим прекращения огня. В московском аэропорте приземлился самолет, который доставил людей, переживших аварийную посадку в Доминикане. Более 350 пассажиров и 20 членов экипажа прибыли резервным бортом. Среди них есть и наши сограждане. Напомню, нештатная ситуация произошла накануне. Через 15 минут после взлета из аэропорта Пунта-Кана у самолета вышел из строя один из двигателей. Пилоты сумели посадить лайнер и спасти жизни всех находившихся на борту людей. Сейчас по этому делу ведется проверка. На переговорах по Сирии достигли соглашения о перемирии в течение недели. Однако прекращение огня не затронут общепризнанные террористические группировки. В этих целях под эгидой ООН создадут рабочую группу, в которой будут сопредседательствовать Россия и США. В течение предстоящей недели эта коалиция будет работать над прекращением насилия в Сирии. Тем временем США незамедлительно начнут добиваться полного прекращения боевых действий. Вторая часть плана предполагает активизацию доставки гуманитарной помощи мирным жителям. Сегодня в Гаване состоится встреча, которую весь христианский мир ждет уже несколько веков. В кубинской столице пройдут переговоры представителей русской православной и римско-католической церквей. Одной из центральных тем станут гонения на христиан. Также патриарх и понтифик обсудят вопросы двухсторонних отношений и международной политики. Отмечается, что вопросы вероучения на встрече обсуждаться не будут. Только общие для католиков и православных проблемы современного мира. Добавлю, по ее итогам примут совместную декларацию. Столкновения между заключенными в Мексике привели к гибели более 50 человек. Еще более 10 получили серьезные ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Стычка началась между членами двух разных преступных групп. Арестанты пустили в ход дубинки, палки и самодельные ножи. Несколько человек подожгли склады с продовольствием, после чего угонь перебрался на жилые помещения. Полицейским довольно быстро удалось взять ситуацию под контроль. Тем временем у здания тюрьмы собрались сотни родственников заключенных, требуя информации о происходящем. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. И вновь к новостям Беларуси. В стране появится более сотни энергоисточников, которые работают на местных видах топлива. А именно на дровах, торфе и не только. Программа энергоэффективности рассчитана до 2020 года. Планируется, что 80 мегаватт энергии дадут новые ГЭС. Порядка 250 фотоэлектрические станции и 200 мегаватт ветропарки. Это позволит сэкономить до 5 миллионов тонн условного топлива. И стоит отметить, что по уровню затрат на него в нефтяном эквиваленте сегодня Беларусь находится на уровне Финляндии и Канады. Атмосфера праздника влюбленных в эти выходные окутает всю страну. Завтра в полдень в самом центре Минска у ратуши пройдет галоконцерт с участием известных исполнителей, творческих и детских коллективов. Выступят на сцене еще и белорусские поэты и прозаики, недавно издавшие свои книги. Желающим устроят и дегустацию национальных блинов и драников. Мы закликали все, скажем так, наши установы декаций, установы культуры и в Минску, и в регионах долучиться до нашей акции. И они долучаются. Если будет это с некими великими бигбордами, это выращает каждый регион самостоятельно. У нас тут не принцип провести некие концерты масштабные, а в принципе это ишло от сердца, от души. Это все новости к этому часу. Развитие событий расскажем в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого.